Александр Ефимович Разумный, советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Биография Александр Разумный родился 1 мая 1891 года в Елисаветграде, в бедной еврейской семье. В 1914 году окончил Одесское художественное училище по классу живописи, одновременно пробует свои силы в качестве актера драматических театров. С 1915 года он начинает работать в кино, сначала как фотограф в киноателе, за очень короткий срок овладевает основными кинематографическими профессиями оператора, художника и наконец режиссера. Последствии, когда режиссерская деятельность становится для него главной, он зачастую выступает также в качестве оператора и художника своих фильмов. Из числа его ранних работ заслуживает внимание фильм «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта», поставленный режиссером после февральской революции при содействии Севастопольского совета рабочих и солдатских депутатов. С началом советского кинопроизводства режиссер активно включается в работу над агитфильмами. К первой годовщине Великого Октября он ставит один из самых ранних агитфильмов «Восстание», включавший в себя наряду с игровыми эпизодами и ценные документальные кадры. Разумный первым из киномастеров обращается к роману «А. М. Горького. Мать. Фильм», поставленный им в 1919 году, воспроизводит основные сцены и эпизоды романа. Большой интерес представляет участие в картине актора Энн Берсенева, будущего выдающегося деятеля советского театрального искусства, хотя фильм «Мать» представляет собой лишь тщательные иллюстрации к роману. Однако сам факт обращения к этому классическому произведению пролетарской литературы красноречиво свидетельствовал о характере творчества молодого режиссера. С 1918 по 1922 год разумной работы также в различных театральных агит-коллективах. В 1922 году создает первый московский коллектив артистов экрана и ставит фильм «Семья Грибушинах». С этого времени до конца немого кино им поставлено более десяти фильмов на самые разнообразные темы. Картины «Лишние люди», «Пиковая дама», «Принц и Леклон» созданы режиссером в Германии во время творческой командировки. Наряду с картиной «Мать» в истории советского кино хорошо известен фильм «Камбрик Иванов», один из первых опытов создания кинокомедии на материале «Новой действительности». Фильм «Банда Батьки Кныша», поставленный режиссером в приключенческом жанре, пользовался широким успехом у публики. По режиссерской манере этот фильм рассказывающий о борьбе чекистов с бандами белых, близок к знаменитым «Красным дьяволятам». В творчестве разумного известный интерес представляют фильмы «Семья Гребушиных» и «Тяжелые годы». Они объединены стремлением режиссера использовать в рассказы о революционных событиях жанр семейной хроники. В этих картины судьбы семей развертываются на фоне исторических событий, охватывающих большой отрезок времени. Далее он переходит к созданию фильмов на историко-этнографические темы «Долина слез» на основе айродской легенды «Бегствующий остров о жизни раскольников» «Тайги о Сибири» Карабуга с «По повести К. Устовского» не выпущенной в свое время в прокат в годы звукового кино наиболее значительной работы «Разумного» связана с детской и юношеской тематикой. Его фильм «Личное дело» стал одним из удачных кинопроизведений посвященных жизни советской школы. Широкую известность и популярность приобрела картина «Тимур и его команда», поставленная по сценарию Аркадия Гайдара. Этот фильм, как и одноименная повесть о Гайдара, положил начало тимуровскому движению среди пионеров. Продолжая свой рассказ о пионерских буднях, режиссер ставит картину «Бой под соколом». Герой фильма «Тимуровцы» действует уже в обстановке Великой Отечественной войны, послевоенный период, когда биографическая тема заняла большое место в советском кино. Режиссер создает фильм «Миклуха Маклай» о выдающемся русском ученом, гуманисте и путешественнике, страстном борце против расовой нетерпимости. В 1955 году он ставит фильм «Случай с эфрейтором Кочетковым» о бдительности и борьбе со шпионами. В качестве режиссера-постановщика принимает участие в создании первого литовского художественного фильма «Игнатас вернулся домой» по Романуа. Гудайтиса Гузевичуса «Правда кузнеца» Игнатаса в работе над картиной режиссера обратился к памятным революционным событиям. Являясь одним из пионеров советского кино, А. Е. Разумный не прекращал активные творческие и общественные деятельности в советском киноискусстве до своей кончины в 1972 году. Им был создан цикл более чем из 200 портретов деятелей русского кинематографа с их автографами, переданной его наследниками в музей кино. Кинорежиссер Александр Разумный похоронен в Колумбарии Новодевичьего кладбища у входа на новую территорию. Сын Владимир Разумный – философ, эстетик, критика, публицист. Признание наградой награжден орденом «Знак почета», заслуженный деятель искусств РСФСР. Фильмография «Режиссер» 1917 «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта» совместно с «Я» Посельским 1917 «Гримасы жизни» 1917 «Я так хотел» 1917 «Вор любви» совместно с «И» Пельцером 1917 «Казнь Месоедва» 1918 «Восстание» 1918 «Последняя встреча» 1918 «Флавиатис Сини» 1918 «Четвертая жена» 1919 «Белая и черная» 1919 «Мать» 1919 «Товарища Брам» 1922 «Поляка» 1923 «Камбриг Иванов» экранизация «Коммунеры» Г. Лилевича 1923 «Семья Гребушиных» 1924 «Банда Батьки Кныша» 1924 «В дебрях быта» 1924 «Долина слез» 1925 «Тяжелые годы» 1927 «Лишние люди» 1927 «Пиковая дама» 1927 «Принц или клоун» 1929 «Бегствующий остров» 1935 «Карабугас» 1939 «Личное дело» 1940 «Тимур и его команда» 1942 «Бой под Соколом» 1947 «Миклуха Маклай» 1949 «Мастера Малого театра» 1949 «Школа русских мастеров» 1953 «Художник Верещагин» 1954 «Художник Перов» 1955 «Случай с Эфрейтором Кочетковым» 1956 «Игнатас вернулся домой» 1957 «Художник Бакшеев» 1958 «Дочь Малого театра» 1961 Сержант Фетисов Сценарист 1919 «Товарищ Абрам» Автор сценария Совместно с П. Мишиевым 1925 «Тяжелые годы» Автор сценария Совместно с П. Мишиевым 1926 «Чужие» Автор сценария Совместно с В. Трахтенбергом 1929 «Борьба продолжается» Автор сценария Совместно с Ф. Вольфом «Оператор» 1919 «Товарищ Абрам» 1924 «Банда Батьки Кныша» 1924 «Похороны Ленина» 1925 «Тяжелые годы» 1929 «Бегствующий остров» «Художник-постановщик» 1919 «Глаза открылись» 1919 «Рабочий Шевырев» 1919 «Товарищ Абрам» 1924 «Банда Батьки Кныша» 1925 «Тяжелые годы» «Актер» 1920 «Борцы за светлое царство трех интернационала»